Генеральная прокуратура Республики Беларусь Здесь хранятся дела, в которых драма белорусского народа. В них материалы о преступлениях нацистов и их приспешников в отношении мирных жителей Республики в годы войны. И о жертвах, огромных, невосполнимых. О пытках, расстрелах, мучениях, через которые пришлось пройти жителям Республики. Здесь информация о карательных операциях, о сожженных, уничтоженных населенных пунктах, часть из которых повторили судьбу Хатыни. В ходе расследования настоящего уголовного дела установлены сотни ранее неизвестных населенных пунктов, подвержившихся уничтожению, в том числе вместе и с жителями. Но что заставило вновь, уже в 20-х годах 21 века, обратиться к вопросу о геноциде белорусского народа? Здесь содержится информация о ранее неизвестных и установленных только лишь в ходе расследования уголовного дела, местах принудительного содержания населения, лагерях смерти, местах массового уничтожения и захоронения расстрелянных, замученных, истерзанных людей. И многие-многие другие факты, которые ранее не были известны нам, в том числе причины наложения грифа секретности. Неопровержимые факты, цифры, материалы следственных дел. В них напоминание о том, каким последствиям приводят попытки разделить народы по принципу элит и недочеловеков. И о том, как страшен фашизм, какие разрушения, страдания несет он миру. В белорусском городе Барановичи проходило совещание с участием рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Он уже во второй раз прибыл на театр военных действий. Но вопросы обсуждались вовсе не проведение наступательной операции, а более важное – освобождение занятых территорий Белоруссии от лишнего населения. В Барановичи вместе с ним прибыл и Карл Вольф, начальник личного штаба. Он всегда сопровождал Гиммлера в поездках по концлагерям, местам проведения карательных операций. Теперь предстоял его доклад, а также верховного фюрера в Центральной России и Белоруссии Эриха фон Дембаха о результатах проведения операций по отселению населения из Беловежской пущи. Отдельный доклад о территориях Брестской, Барановичской, Полесской и Пинской областей. Их необходимо было очистить от вражеских для немцев элементов – партизан, подразделений Красной Армии, попавших в окружение, а еще от жителей этих районов. Это были одни из первых кровавых операций нацистов в Беларуси по скорейшему освобождению занятых территорий от местного населения. Но такие планы гитлеровцы вынашивали давно. Именно под лозунгом исключительности немецкой нации и необходимости расширения для населения Германии жизненного пространства Гитлер приходил к власти. Совершенно секретно, только для командования. Из речи Гитлера на совещании в имперской канцелярии 5 ноября 1937 года. Для решения германского вопроса может быть только один путь – путь насилия. Цель Германии – захват жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация. 9 августа 1940 года Гитлером был издан приказ о подготовке к Блицкригу. Его необходимо осуществить до зимы 1941-го. В историю он вошел как план Aufbau Ost – наращивание сил на Востоке. В нем в числе первоочередных задач предусматривалось – очистить Польшу и западную часть Советского Союза от 31 миллиона человек. Выселить за Урал до 46-51 миллиона человек. А 14 миллионов оставшихся там – а не мечеть, разгромить русских как народ. Под русскими понимались и белорусы. 75% из них должны быть уничтожены, а остальные – 25% – превращены в рабов. Еще задолго до нападения на СССР было принято большое количество документов – приказов, распоряжений, инструкций, бесчеловечных и жестоких по своей сути. Но особо циничное принято 13 мая об особой подспутности в районах Барбароса и об особых мероприятиях войск. Она предписывала полную безжалостность к гражданскому населению. Мы обязаны истреблять население. Нам придется развивать технику истребления населения. И такую технику развивали. Газовые камеры, душегубки, стерильная зачистка, хирургическая, химическая, радиоактивная кастрация. Заражение опасными болезнями. Все это в арсенале средств умерщвления жителей завоеванных территорий. Ведь предстояло решить главный вопрос. Как быстро избавиться от огромного количества ненужных людей? Речь шла о миллионах. Эффективным методом признавались карательные операции. Их активно начали применять в оккупированной фашистами Беларуси с первых дней вторжения. Генеральная прокуратура Республики Беларусь. Надзорное производство по уголовному делу по фактам истребления мирного населения. Беловежская пуща. Ранним утром 25 июля 1941 года тишину деревни Погорельцы, что северо-западнее Беловеже, нарушил гул приближающихся грузовиков. Обеспокоенные жители пытались понять, что происходит. Кто-то выглядывал в окно, кто-то выбегал на улицу. Но там уже вовсю орудовали фашисты. Врываясь в дома, они выталкивали людей на улицу, заставляя садиться в кузов машин. Кто сопротивлялся, били прикладом. Фашисты на глазах у сельчан расстреляли местного активиста, который пытался их защитить. Над деревней эхом разносился плач детей. Стоны женщин, причитания стариков. Горе пришло на эти земли. Из рассекреченного дневника боевых действий 322-го полицейского батальона с 21 июля по 5 августа 1941 года. 25 июля. Выселено 183 семьи или же 921 человек из трех населенных пунктов. Буды, Теремышки, Погорельцы. Для этого задействовано 24 грузовика. Местом переселения стали деревни Восточнее Пружан. Эвакуированные деревни сегодня были сожжены. 26 июля. Эвакуировано 200 семей. 1240 человек. 322-й полицейский батальон действительно отдавал все свои силы для борьбы с беззащитным мирным населением. Только с июля 1941 по ноябрь 1942 им будет уничтожено более 5000 советских граждан. Всего же в ходе карательной операции в Беловежской пуще фашистами было эвакуировано 34 населенных пункта. Выселено 6446 человек. Только в первый день расстреляно более 50. Новые свидетельства очевидцев. Новые факты кровавой расправы фашистов над мирными жителями в первые дни вторжения. Пограничье. Брестская область. Вспоминает Васиюк Анна Ивановна. И стало село все гореть. Может 40 хат сгорело. И дитинка родилась 2 недели, как рад было. То маленькую дитинку и матера под пирогом пострелили. Их только сказали, чтобы оттуда хоронили. На кладбище никуда не везли. Но сразу колу хатил, чтобы в городах похоронили. Мне было тогда 11-12 лет. У нас батько на ночь влез в лес, у нас недалеко. Там такая канава была, но у нас суха была, не было води. И лужик такой великий-великий був. И там батько тако вырубал трошки, чтобы там мы сидели в тим лужакове, чтобы такого не видно нигде было. А у нас же было пяти родителей. Самому меньшему было полгода. Свидетельствует Азарчук Мария Лукинишна. Деревня Меленково, Кобринский район, Брестская область. Мой брак, кавалися от них, бо боялись. Заберут, повезут в Германію. Я ж помню, я так пастухом была. Там горит, там горит. Просто стовпом дым такий був. Он, где у нас же дві семи били. Дві семи в 41-м году. Дві семи окружили одну хату і другу хату. В однеї було шість душ, і в другій хате шість душ. А это Криволек. Бо тую мєхтену перот били семью, а тую там дванадцать чоловік було. І їх ночі везли і завезли. І от там братська могила, викопали такого. І там їх дванадцять гробів залили і там стоїли. По прошествіі времени появляються все нове свідетельство о зверствах фашистів. Они ще раз підтверджають, сколь масштабними були плани гитлеровців по уничтожению жителей республіки. Тогда же с первых карательних операций начинался кровавий марш фашистів по белорусской земле.